Здравствуйте! Рад всех видеть. Спасибо, что собрались. Сегодня у нас лекция Василий Кандинский композит цвета и формы. Меня зовут Александр Кремер. Я куратор центра авангарда еврейского музея и куратор культурных проектов энциклопедии русского авангарда. Сегодня мы поговорим об одном из важнейших художников русского авангарда, хотя его подчисляют и художникам европейского авангарда в том числе. Я сегодня попытаюсь одним из таких лейтмотивов показать что Кандинский, несмотря на то, что он преодолевает все границы, то что его творчество абсолютно международно и универсально, он все-таки в своей некой глубинной сути остается русским художником и достаточно сильно отличается от европейских художников. Хотя сразу оговорюсь, что сегодня речи о европейских художниках у нас не будет вообще, кроме первого слайда. Я решил немножко рискнуть обойтись без сопоставлений, что всегда очень хочется делать. Это очень упрощает задачу, но так как у нас достаточно большое количество материала, то это было бы, наверное, невозможно реализовать ту задумку, которая у меня сегодня есть. И, прежде чем мы начнем, хочу сказать, что название этой лекции не случайно. Почему именно композитор? Значит, Кандинский естественным образом с самого детства связан с музыкой и он сам пишет во многих своих работах. И это важная черта вообще его творческого подхода, о чем, я думаю, будет уже ясно в ходе нашего разговора сегодняшнего. И через неделю здесь же мы будем обсуждать другую не менее важную фигуру русского авангарда – это Владимира Татлина. О нем я буду говорить как о конструкторе «Пространство вещей». То есть это две такие фигуры, которые выступают, ну можно сказать, и не образуют такой контрапункт. Поэтому особенно интересно начать с Кандинского, потому что, ну, во-первых, он, можно сказать, начал немножко раньше, чем Татлин стал известным, и он представляет, ну, скажем, такую очень важную для вообще европейского и мирового искусства такую ветвь мысли. Значит, но чтобы начать говорить о Кандинском, нужно сначала упасть в сток. Прежде чем мы это не сделаем, дело в том, что сам Кандинский в своем биографическом труде «Ступени». Он пишет о том, что на его становление как художника повлияли, ну, там много вещей повлияло на него, но было несколько таких вот, можно сказать, столкновений, похожих на то, как человек разбивает грузовик. Вот он, у него таких столкновений было два, причем они были примерно, ну, в близком, хронологически они были близки друг к другу. Это, во-первых, постановка Вагнера Лонгерин в Москве, и, опера Вагнера, и Клауд Монесто Ксена. Значит, сам Кандинский писал о том, что он, глядя на эту картину, испытывал смутное неудовлетворение. То есть, она его как бы поддевала, то есть, она, в ней было что-то не то. То есть, она, с одной стороны, заставляла его думать о палитре, о невероятной. К сожалению, репродукция не передает всю прелесть картин Моне, но, по всей видимости, Кандинский действительно был впечатлен вот этой вот такой свободной, ничем не ограниченной, какой-то размашистой, да, палитрой, которая не вкладывается ни в какие рамки. То есть, здесь мы видим практически картину, решенную, не то чтобы оттенками одного цвета, но она вот вся в очень такой активной, яркой, такой теплой палитре решена, что было, конечно, очень смело и совершенно неакадемично, и совершенно отличалась от всего того, что можно было видеть в то время. Естественно, на Кандинского вот это импрессионистические, достижения импрессионистов, они оказали огромное влияние, так же, как и, наверное, на всех художников русского авангарда, практически без исключения. Это была такая отправная точка, и здесь нам важно поговорить о том, что же стало некой вот такой вот причиной, да, причиной импрессионизма. надо понимать, что, какое было время и в каких вообще условиях все это происходило. То есть, тут, ну, мы, конечно, дальше чуть подробнее об этом поговорим и о символизме, и о романтизме, но прежде чем говорить о вот этих таких важнейших течениях художественных конца 19 века, мы должны сказать о том, что это было время научных открытий. И как раз научное открытие, это то, что двигало художников к какому-то новому пониманию, в принципе, новому пониманию задач живописи, да, то есть, когда художники, ну, собственно, импрессионизм возникает как некое следствие понимание, что свет разложим, да, что свет разлагается на спектр и попытка, значит, писать, вот освободить цвет и, в общем-то, решение этой задачи разными способами, соответственно, уже в тот момент, когда Кандинский приходит к живописи, появляются еще более новые открытия, которые, ну, например, они говорят о том, что атом делим. Вот это ключевая точка, потому что он сам пишет о том, что когда я осознал, да, то, что атом делим, я понял, что мир никогда не будет прежним, и я не удивлюсь, если сейчас камень поднимется, значит, с земли и растворится в воздухе, то есть, вот он буквально пишет практически такими словами. Что это значит для Кандинского? То, что мир, вот тот мир, который существовал, ну, мир некой эпохи Просвещения, да, который существовал в виде некого научного знания, да, он распадается. То есть, технический прогресс, с одной стороны, он приносит такое вот большее понимание, да, а с другой стороны, он сам пишет, что оказывается, что мы не создаем божественное здание науки, да, а шарим рукой по тьмах, да, вот наука шарит рукой по тьмах. Вот это ощущение неустойчивости, ощущение зыбкости мира, оно, конечно, производит на него огромное впечатление, и надо понимать, что это тот момент, когда он еще не является художником. Об этом мы будем говорить дальше. Значит, но здесь я хочу показать, что одни из первых работ Кандинского, они как раз, ну, это уже Мюнхен, я показываю просто какие-то достаточно характерные для него вещи и важные для каждого периода, вот такая пост-импрессионистическая работа. Значит, то есть Кандинский переосмысливает эту традицию. Он, как бы, с одной стороны, он не следует строго, в строгом каноне импрессионизму, но вместе с тем он, как художник, находится под огромным впечатлением от того, что происходило. Теперь, для того, чтобы все-таки вернуться к, или начать обсуждать тему музыки, которая, ну, не будет сегодня единственной, да, темой, которую мы будем обсуждать, потому что, ну, музыка — это музыка, да, а искусство — это искусство. Но все-таки вот музыкальная тема, она крайне важна для творчества Кандинского, и она постоянно, просто постоянно всплывает в каждом из его периодов. Есть работы, которые для того, чтобы понимать, нужно, ну, хотя бы как-то обращаться к музыкальным метафорам. Значит, ну, тут нужно, наверное, вернуться все-таки немножко на шаг назад и понять, как Кандинский формируется, как вообще, ну, с одной стороны, как личность — это очень важно для понимания его творчества, а с другой стороны, как художник. Он растет в купеческой семье, то есть, в принципе, это достаточно обеспеченная жизнь. И он пользуется такой привилегией иметь частных учителей, то есть, это, в общем-то, такой тепличный мальчик. Он окружен музыкой, он, значит, отец организует для него виде, его стремление к рисунку и живописи, он на него нанимает для него частного учителя рисования. То есть, Кандинский с детства погружается в культуру, но вот тема, которую нам дальше еще предстоит разворачивать — это его постоянный интерес не только к высокой культуре, но и к культуре низовой, к культуре народной. Это та вещь, которая будет его питать абсолютно всю жизнь. То есть, с детства сестра его матери, то есть, его тетка, она прививает ему любовь к народным сказкам, к народным лупкам, она знакомит его с народной игрушкой. То есть, Кандинский уже с самого такого небольшого возраста, у него есть впечатления, которые откладываются в нем на всю жизнь. Ну, например, он наблюдает, как изготавливают вот эти деревянные игрушки и пишет в своих записях о том, что он поражается цвету дерева, когда с него снимает кору. Вот там три цвета возникает — коричневый цвет — это там, где кора не совсем снята, такой нежно-нежно-зеленый цвет — это вот, значит, и белый цвет, там, такой вот слоновой кости. Он говорит, что этот цвет хочется лизнуть, да, но если лизнешь, то он горький. То есть, у Кандинского уже вот такие вот, можно сказать, тактильные восприятия, вот практически тактильное восприятие цвета. Он очень любит наблюдать природу и получает колоссальное впечатление от наблюдения природы и, естественно, от вот этого народного творчества, которое, как бы, получается, очень рифмуется, да, с природой, с природными материалами и это оказывается для него таким достаточно важным вдохновением. И здесь нужно сказать, что Кандинский — это художник, который впоследствии, вот в силу своего такого интереса и к высокому, и к низкому, он оказывается таким художником нового типа, то есть художником романтического типа в Вагнерском смысле, то есть в смысле синтеза искусств, да, то есть то, о чем говорил Вагнер, когда говорил о том, что, считал, что настоящее, идеальное произведение искусства, то есть вот гизанкунстверт, оно соединяет все, да, то есть это искусство, которое не имеет границ, это искусство, где соединяется живопись, музыка, танец, то есть вот все в таком неком целостном смысле. И в этом смысле Кандинский, конечно, невероятно современен, то есть то, о чем мы говорим сейчас, как о некой там кросс-дисциплинарности, междисциплинарности, да, соединения, способности там разных медиа, да, соединяться, вот как раз это для Кандинского является некой такой вот, можно сказать, органической вещью. Значит, здесь я хочу показать его первые работы, то есть мы пойдем не совсем последовательно, то есть я буду какие-то вещи, значит, рассказывать из того, что легло в его основу как художника, и как-то их рифмовать с его творчеством уже более зрело. Здесь мы видим, значит, Кандинского, творчество Кандинского, когда он езжает в Мюнхен. В Мюнхене он, ну, почему Мюнхен? Вот, это важный вопрос. Мюнхен абсолютно не случайно оказывается такой важной точкой на карте Европы для русских художников, там, кстати, учится Грабарь, там учится Петров Воткин, с которыми Кандинский когда приезжает туда знакомиться. А приезжает он в Мюнхен не случайно, Мюнхен для Кандинского, как и для многих русских художников, является такой культурной столицей, то есть Париж оказывается, то есть академия в Париже, там, в тот момент перестраивается, какие-то там пертурбации происходят, и то есть многие места как бы не устраивают художника. А вот Мюнхен оказывается таким местом интеллектуальной жизни. И у Кандинского перед его отъездом из России есть дилемма, то есть он решает стать художником уже в достаточно зарелом возрасте, то есть вообще это, на самом деле, такой редкий случай, когда в 30 лет, а 30 лет для этой эпохи это уже достаточно зарелый возраст для человека, он выбирает, он меняет кардинально свою профессию, и если до этого возраста он получал юридическое образование, он закончил Московский университет, причем учился он прекрасно, он достаточно глубоко погружался в право, то есть он изучал юриспруденцию, и сам пишет о том, что его очень занимало и римское право, и уголовное право, и, значит, русское право, то есть он находил как раз, тут можно говорить о том, что мы видим, что само сознание, такое даже не сознание, мышление Кандинского, оно очень системное, то есть он вычленяет во всем системы, и он действительно наслаждается своими занятиями в университете, он с большим интересом студирует эти труды, но в нем борются два начала постоянно, то есть он, надо понимать, что как раз это время, это время, когда вот такое оно революционное, то есть молодые люди охвачены неким таким ощущением перемен, да, таким вот он витает в воздухе, этот запрос чего-то нового, это все подталкивают как раз появляющиеся научные открытия, новые, стремительно развивающийся технический прогресс, достаточно большая открытость между странами, усиление торговли, то есть происходит большое количество международных событий, внутренних событий и много событий внутри России происходит, которые как бы дают вот такое ощущение того, что вот что-то происходит, да, вот в этот момент надо что-то сделать, и Кандинского не совсем устраивает вот это достаточно понятная линия юридическая, то есть она ему нравится, но он решает вступить в неизвестность, то есть для него, ну у него была возможность, конечно, это сделать, то есть его семья располагалась средствами, у него было очень много родственников, которые оставляли наследство, и в 30 лет он принимает решение, что да, все, вот я уже достаточно зрелый человек для того, чтобы стать художником, то есть это тоже такой интересный момент, не совсем осознаваемый, то что вообще художник ренессансного типа, да, это художник подмастерья, он должен, вот он как бы, он должен быть там маленьким, да, глупеньким, он должен кому-то носить краски, растирать, да, и вот пройти всю вот эту цеховую, значит, школу художественную для того, чтобы войти в профессию художника. А тут мы как раз видим появление, ну можно сказать, рождение художника, именно фигуры художника, не только в Кандинском, есть другие примеры, фигуры художника как человека зрелого, как человека, которому живопись нужна не для, ну как сказать, не как ремесло, да, то есть вот это очень важная такая тема, Кандинский никогда не рассматривал живопись как ремесло, он, для него, живопись это способность выразить себя, да, то есть это возможность изменения мира, и этот как раз запрос на изменение мира, он, вот, который существовал в это время, он как раз его тонко улавливает и пытается попасть в гущу художественной жизни. Здесь как раз я опять же вернусь к тому, что происходило в Мюнхене, значит, он изображает и пейзажи, и природные, и городские, он учится у художников, которых мы сейчас определяем как художники модерна, художники такое, ну вот в данном случае мы видим, что это такое экспрессионистический, очень такой жирный мазок, выделенный, мы видим такие очень обобщенные формы, практически теряются фигуры людей, то есть здесь уже Кандинский идет в сторону растворения предмета, да, то есть как раз, если мы вернемся к стогу сена, то то, что он говорил, ему казалось, что как бы художник не имеет, вот в тот момент ему казалось, что художник не имеет права так поступать, то есть у него была такая претензия к Мане, то есть с одной стороны восторг, а с другой стороны внутренняя претензия по поводу того, ну как вообще так можно, да, то есть художник же должен что-то изобразить на картине, да, а тут он писал о том, что без каталога зритель может даже не понять, что изображено, да, то есть нужна какая-то подсказка, и это как бы нехорошо, а с другой стороны он уже чувствует вот это вот смутное, то что этот предмет, вот этот отсутствующий предмет, он чувствует вот смутное влечение к этому, да, он понимает, что это что-то новое, чего не было в принципе в живописи предыдущей, да, то есть это некое освобождение живописи, и потом он как раз много размышляет, но я хочу опять же, значит, вернуться, да, вернуться к экспрессии, то есть здесь, значит, о чем мы должны сказать, ну достаточно коротко, да, для того, чтобы понимать какие-то истоки, значит, экспрессионизм предполагал выражение некого внутреннего состояния, да, то есть некого чувства и редуцировал вот художественную форму, значит, для Кандинского этот подход, можно сказать, он выливался в его особую поэтику. Кандинский, так как он родился в Москве, но детство его прошло в Одессе, и в Москву он потом вернулся, уже когда учился в университете, то есть там были достаточно сложные отношения между родителями, и в пять лет Кандинский уехал из Москвы, но он ее очень любил, и в детстве отец его много водил по музеям, по галереям, он очень много видел город, у него очень много детских впечатлений именно Москвы, и она становится для него таким, можно сказать, образцом такого в каком-то смысле средневекового города, то есть вот такого сказочного города, то есть при всей… надо понимать, что Москва, она, конечно, очень сильно отличалась от Петербурга по своему архитектурному образу, вообще, в принципе, по духу, и она как раз была очень эклектичной и очень, ну, в чем-то, в каких-то своих местах напоминала, вот такую могла напоминать сказочный город. И Кандинский, конечно, это очень хорошо запомнил, но здесь, естественно, мы пока не видим вот этого проявления, то есть это еще та живопись, которая, ну, скажем так, это такие… это важные моменты, но это еще такие штудии. Значит, вот, возвращаясь к Москве, важно упомянуть о том, что сама поэтика художественная Кандинского, она вообще заслуживает отдельного внимания. Он, когда говорил о своих… о своем переживании Москвы, он пишет о том, что есть один час, да, когда Москва звучит для меня совершенно особенно, да, это час, когда заходит солнце. И он описывает этот процесс как сплавление, вот, солнце плавит город, да, он, значит, оказывается в каком-то… то есть это уже какое-то другое измерение он приобретает. И вот это вот сплавление города, сплавление зданий, какая-то вокруг них аура возникает, да, свечение, и для него город начинает звучать в этот момент. То есть он использует как раз музыкальную метафору, то есть он говорит, что вот этот час заканчивается мощным аккордом, который напоминает трубы, да, то есть когда все освещается вот этим красным закатным солнцем, да, и потом вот это все, значит, уходит во тьму. То есть вот такое очень сильное впечатление, и каждый раз, когда он испытывает это впечатление, он испытывает еще такое очень сильное чувство, собственно, беспомощности. Он пишет о том, что я как бы понимаю, что я хочу это передать, но я чувствую слабость своих сил, да, перед природой, и вообще слабость искусства перед природой. Но впоследствии он пишет о том, что это, вот это противоречие, оно очень легко, уже имея те знания, которые он имеет, в будущем очень легко разрешается, когда он говорит, что, но впоследствии я понимаю то, что у природы и у искусства совершенно разные средства и задачи. И как раз вот эта точка размежевания искусства предметного и беспредметного, да, то есть когда художник понимает, что у него нет задачи, нет такого требования, да, внутреннего требования художника, то что изобразить нечто, значит, вот таким, как оно существует в природе. Да, то есть это как раз вопрос мемезиса, то есть природоподобия, который является ключевым для возникновения авангардного искусства. И то, что художники переходят от изображения, да, от отображения предмета к выражению неких собственных впечатлений, да, от этого предмета, это такой очень важный шаг. Значит, ну, дальше мне бы хотелось поговорить о такой важной составляющей, о которой мы уже начали немного говорить, это о народном творчестве. Как раз в годы своей учебы в университете Кандинский отправляется в этнографическую экспедицию в Вологодскую область. У него, его однокашник по университету вовлекает его вот в это этнографическое движение, они создают этнографический кружок, и едет он туда, формально он едет туда изучать право, он изучает вот это примитивное, значит, право, существующее у народности России, уголовное право. То есть как люди решают какие-то свои, значит, вопросы, отношения. Но вторая задача, это изучение культуры такой народности манси. Значит, как раз, ну, тут есть история, которая связана именно с фамилией Кандинских, она, у него есть немецкие корни, и у него есть, собственно, его отец, он родом из Сибири, значит, и Кандинский посещает впоследствии, значит, эти места, где проживает эта народность, и где протекает река Конда, то есть вот Кандинский, достаточно странная фамилия для русского, то есть она имеет некое такое немецкое происхождение, но с другой стороны, то есть получается, что это вот немецкие переселенцы в Сибири, которые берут фамилию по вот этому географическому месту. И он, естественно, в этой этнографической экспедиции, он изучает культуру этой народности, и вот таким следующим впечатлением, ну, не следующим, а одним из вот этого ряда впечатлений, которые его очень сильно трансформируют как художника, это его попадание в дом крестьянский. Он пишет о том, что когда он вошел в дом, а надо понимать, что это была за картина, это все поверхности были покрыты росписью, то есть это были, значит, стены были увешаны лупками, прялки, сундуки, мебель, все было расписано яркой, очень такой мощной росписью, и он пишет впоследствии в дневниках этой экспедиции о том, что я вошел в дом и как будто бы оказался внутри цвета, вот внутри этой росписи, и, значит, ему показалось, что как будто бы все вокруг него крутится, то есть вот он увидел, значит, вот в этой насыщенности такой, в насыщенности цвета и формы он увидел движение, то есть то, что это не просто какое-то статическое оформление, а то, что эти вещи вокруг него как-то организуются, и впоследствии он, естественно, применяет эти принципы, и тут же возникает принцип музыкальности, потому что как раз для народной музыки очень характерен ритм, и это то, что как раз Кандинский очень много изучает уже, впоследствии теоретически разрабатывает, и это некая вот такая, то есть для музыки характерны паттерны музыкальные, да, то есть это вот орнамент, то есть она состоит из неких первоэлементов, да, которые соединяются вот в такие более сложные последовательности, поэтому как раз у Кандинского музыкальное впечатление, да, то есть оно у него формируется, как опять же, как контрапункт, да, как контрапункт между низким и высоким, между низовым и возвышенным, и как раз это позволяет ему очень усложнять свое мышление, очень усложнять свое восприятие, делать его таким тонким и различающим какие-то очень сложные регистры, да, и как раз в дальнейшем он, это проявляется в его таких очень сложных композициях, которые мы будем рассматривать, но для того, чтобы их рассматривать, нужно понимать, откуда они возникают, именно поэтому я останавливаюсь на этом так подробно, потому что все эти вещи, о которых я сейчас говорю, они дальше работают у него в творчестве, как одна единая система, он все это вот вбирает в себя и дальше использует как художник, это очень интересно, как он это трансформирует. Значит, вот здесь мы видим его рисунок, значит, «Сцена страшного суда», это рисунок, который обращается к народным лупкам, то есть народные лупки обычно имели в качестве сюжета какие-то сюжеты из писания, либо бытовые сцены, либо какие-то мифические сцены, то есть для Кандинского огромное значение имеет символы Москвы, и Георгий Победоносец возникает в его работах достаточно часто, и в принципе, почему это происходит, почему именно фигура рыцаря возникает дальше у Кандинского, об этом мы чуть позже поговорим. А пока все-таки важно с этой темой разобраться с его изучением этнографии. Значит, он приезжает, значит, в эту экспедицию, оказывается, внутри этого крестьянского быта, он собирает лупки, он их коллекционирует, и в лупках очень важно то, что эти лупки, они часто, значит, были написаны, ну, как такая графическая работа, да, то есть они писали, могли писаться тушью, да, а потом они раскрашивались, то есть вот, к сожалению, мне не хватило времени для того, чтобы привести несколько примеров, но вместе с тем, ну и тем более, в общем-то не творчество Кандинского, но они раскрашивались, и Кандинский, глядя на эти раскрашенные лупки, он видит, как освобождается цвет, то есть фактически цвет и рисунок, они, в общем-то, связаны достаточно условно, да, и он видит, как эти цвета в лупках, они фактически, ну, можно сказать, вот так горят, да, то есть они имеют собственное свечение, и на него это производит огромное впечатление, он, в общем-то, понимает, что это какая-то вот такая особенная вещь, когда цвет не обязательно должен быть связан с формой, например, да, то есть вот он начинает как раз думать в сторону чистых цветов. Еще очень важная вещь, которую производят на Кандинского большое впечатление, это, конечно же, вот эти такие примитивные, ну, не примитивные, а такие вот у этих народностей очень много каких-то практик, связанных с колдовством и шаманством, да, и вот эти практики сибирских шаманов, они производят на него тоже очень большое впечатление, он с большим интересом изучает это, почему? Потому что сам Кандинский интересуется уже в тот момент, он интересуется новыми вещами, которые возникают в интеллектуальной среде не только молодых людей, но в принципе в интеллектуальной среде европейской и российской, это такие новые течения, как теософия, это, в общем-то, понятно, что там есть определенный, достаточно большой подъем масонского движения, да, то есть вот те вещи, которые обращаются к символам и приносят новые смыслы, то есть он с большим увлечением изучает эзотерику, как какое-то, как новое знание, да, как знание, которое может пролить свет на устройство человека, устройство мира больше, чем это может сделать наука, то есть с одной стороны он внимательно следит за наукой, а с другой стороны, как человек очень чувствительный к искусству, к нерациональному знанию, да, он как раз очень впитывает вот это эзотерическое знание, и для него, для этих размышлений важно то, как человек может, во-первых, как он может выйти на некую новую ступень развития, об этом мы будем говорить дальше, говоря о тексте, о духовном в искусстве, и то, как человек может выйти за собственные пределы, за пределы собственного восприятия. Вот как раз эти вопросы, очень, на них он получает такие, можно сказать, практические ответы, когда сталкивается с шаманскими практиками, то есть, во-первых, это, естественно, очень мощная символическая система, да, то есть, если мы смотрим на бубен шамана, собственно, круг, который обозначает, символизирует мир, да, то есть, шаман извлекает как бы вибрацию из мира, да, то есть, в рамках своего ритуала, то есть, он сам входит в вибрацию, да, то есть, он как бы входит в резонанс, да, и оказывается в другом состоянии, да, он оказывается в неком более тонком мире, в котором он общается с духами, ну, и так далее, да, то есть, все, что связано с шаманскими практиками. На Кандинского это производит огромное впечатление, то есть, это некая живая традиция, к которой он прикасается непосредственно и которую он наблюдает. Надо сказать, что в Европе, когда он приезжает в Европу уже учиться, в Европе существует очень большой интерес к, тоже существует запрос на некую экзотику, и он проявляется в том, что как раз выставка в Париже африканского искусства, она, помню, 94-й год, она производит, ну, просто какое-то неизгладимое впечатление на художников и на Пикассо, и на Матисса, и на Брако, то есть, все эти художники начинают, то есть, они для себя открывают совершенно другую культуру, да, культуру, которая им кажется гораздо более энергичной, гораздо более живой, связанной с некой действительностью, и которая действительно способна преодолеть вот эту вот чахлость академической традиции, да, то есть, уже к этому моменту художники очень хорошо понимают кризис академического искусства, то есть, в академическом искусстве уже наступает некая точка, когда, ну, собственно, реализм приходит к некой, собственно, несостоятельности, да, то есть, появляется фотография, и вдруг оказывается, что реализм, в общем-то, не имеет какого-то смысла, то есть, вот эта точность, такая оптическая точность изображения предметов, она очень быстро теряет свою ценность, потому что фотография гораздо точнее передает предметы, гораздо лучше, и гораздо быстрее, и дешевле. То есть, в общем, у нее есть все преимущества, и при этом она еще и очень быстро развивается, да, то есть, постоянно появляются там, появляются фотографии, кино, да, которое становится еще, там, более сильным ударом, да, по некой, по предметному искусству. Поэтому художники, естественно, художники нового поколения в Европе в начале двадцатого века ищут какие-то способы, какой-то материал и источники для вдохновения, которые помогут преодолеть, да, уже им мешающих традиций, и они успешно находят эти источники для себя в африканском искусстве. Вот у Кандинского тоже есть, значит, такая работа, импровизация шесть, которую он пишет в девятом году. Здесь чувствуется такая ориентальная тема. Непонятно, африканская она или не африканская, но вот чувствуется интерес вот к этой такой экзотической культуре. Надо понимать, что в отличие от своих собратьев европейцев, Кандинский не, как сказать, он не преклоняется перед этим. Для него, собственно, эта экзотика, она оказывается не столь сущностной, да, то есть надо понимать, что у него есть гораздо более глубокие корни. Вот те вещи, которые он как раз видел в своих этнографических экспедициях, вот этот опыт, он гораздо глубже, чем тот опыт, который получали художники-европейцы, глядя на, значит, искусство колоний, да, ну, потому что, естественно, они видели вещи современные, ну, им современные, да, то есть их привозили из Африки, но это были, в общем-то, вещи того времени, то есть в них не было того, можно сказать, мощного какого-то внутреннего содержания, то есть они служили предметом пристального интереса, но вместе с тем Кандинский, как художник, он не совсем совпадает с этой традицией. И здесь, говоря о Европе и о европейском влиянии на Кандинского, важно также понимать, что помимо вот этой вот низовой культуры, о которой мы уже сказали, есть и высокая культура. Это европейский романтизм, и вот то, что мы уже начали говорить о Вагнере, да, и о синтезе искусств, как раз оно проявляется в романтической европейской традиции и дальше в традиции символизма. Вот традиции символизма, они скандинским, наверное, останутся практически на, ну, можно сказать, на очень длительный период его творчество. Это была очень продуктивная, значит, художественная практика. Символизм появляется сначала в литературе, театре и уже потом приходит в художественное произведение. То есть у символизма очень сильная литературная основа. И вот задача символизма, она как раз созвучна с задачей этого времени. То есть человечество стоит на пороге некой технической революции. И следствием этой технической, как бы побочным продуктом оказывается запрос на нечто другое. То есть техника не удовлетворяет человека, он пытается найти что-то другое. И это другое, это эмоции, переживания, символы, фантазия, это сказка, это миф в таком широком смысле. И как раз символистская традиция, она освобождает вот эти все внутренние, ну можно сказать, все внутренние эмоциональные интенции. Это желание, то есть мы понимаем, что это как раз время, когда появляется и теория психоанализа. То есть это в общем-то время, когда вот это вот все спрессовывается. И существует с одной стороны технический прогресс, а с другой стороны понимание, что он не дает ответов. Вот так же, как у Кандинского было понимание, что вот мы шарим рукой в какой-то тьме. А ему хотелось, в общем-то, выхода в совершенно такое космическое пространство. То есть и космос потом для него становится достаточно важной темой. Но вот здесь мы видим, что Кандинский как раз с этой символической традицией очень тесно связан. Если вы вспомните работы, например, Воробеля, то в общем-то здесь понятны какие-то отсылки. То есть мы начнем потихоньку разбирать произведение. То есть смотрите, с одной стороны Кандинский решает тему, как бы это портрет, то есть мы видим фигуру, это портрет. Но на самом деле это не портрет, а пейзаж. То есть здесь фигура растворяется в пейзаже. Она становится вот такой вот органической частью пейзажа. То есть можно сказать, что вот, допустим, посмотрите, как решены листва, да, опавшие. Как, значит, решены облака и как решен костюм, значит, невесты. То есть это вот такое вот глубинное понимание, то есть это такое символическое, такое романтическое ощущение того, что она, как бы вот это, то есть с одной стороны мать природа, да, то есть вот женщина как то, что рождает, да, как рождающая жизнь, да, и неотделимая от природы. А с другой стороны и, собственно, и в принципе человек как вот, ну, некая, меньше, да, меньше, чем природа. То есть он всего лишь какая-то часть, то есть он встраивается. И здесь еще важно понимать, что Кандинский решает этот пейзаж вот так вот горизонтально, что для того времени, точнее вертикально, что, в общем-то, не совсем характерно. То есть тут мы видим практически такие как бы пласты, да, то есть вот, то есть эта фигура, она практически под землей находится. Ну, вот если смотреть, да, на эту картину, она вот практически в земле. И это тоже такое символическое значение, как вот такой укорененности, да, то есть она как бы, это как бы нам говорит о том, что настоящую-то суть мы не видим, да, то есть она как бы всегда скрыта от нас. И здесь важно начать обсуждать еще одну принципиальную тему для Кандинского, это тема духовного рыцарства. То есть Кандинский, вот его как раз вот такой эзотерический опыт, он приводит его к тому, что человек, его задача это развитие, именно духовное развитие через, посредством культуры, да, то есть посредством вообще развития души, развития чувствительности души. Значит, значит, и некой такой вот тонкой восприимчивости мира, его изменений, и вот как раз здесь мы видим картину, написанную в постимперсионистической такой технике, то есть несущийся всадник, такая достаточно неясная фигура, и мы можем говорить, что это действительно какой-то такой символический, символический образ, но здесь тоже мы уже начинаем видеть какие-то темы, которые будут для Кандинского важны дальше. Это, во-первых, движение, то есть мы видим, значит, что фигура всадника, значит, очень активно движется, и мы видим некие вещи, которые Кандинского интересуют, это такое большое, большие плоскости цвета, практически, ну вот здесь этот цвет, он более сложный, но по мере развития творчества Кандинский будет приходить к чистому цвету, а это нам как бы позволяет, вот такие вещи позволяют нам как раз хорошо понимать, откуда это происходит, то есть какую творческую эволюцию он проходит. Значит, и естественно говоря о символизме, мы должны сказать о том, что называется юбинстиль или модерн, как таковую, это такой достаточно декоративный стиль, где Кандинский вот таким, такой очень, ну достаточно тонкой технику, он решает листву, он решает блики на воде, он решает костюм. То есть, в общем-то, что здесь интересно именно с художественной точки зрения, это то, что здесь мы уже начинаем видеть некую знаковую систему, да, то есть мы уже начинаем видеть язык, то есть это не листья, да, это цветовые сигналы, то есть он уже, ему уже не нужна как таковая форма, ему нужен сигнал, да, цветовой. И здесь мы видим как раз ритмы этих сигналов, да, мы видим, как решено небо, опять же, вот такими мазками, мы видим, как, значит, как решены костюмы и фигуры очень условно, то есть вот это уже какие-то вещи, которые Кандинский начинает, несмотря на то, что это еще не абстрактная живопись, он начинает уже абстрагировать. Ну, здесь тоже, здесь вот мы тоже видим в том же ключе, в том же символическом ключе мы видим некое такое народное празднество, то есть вот эти, это сказочные мотивы, то есть вот о чем мне хотелось сказать, прежде чем говорить об Кандинском, как о художнике, значит, изобретающем абстракцию, о том, что Кандинский очень глубоко укоренен на самом деле в предметность, но его это предмет, ну, эта предметность, она такая, ну, скажем так, она не характерная, не, точнее так, он не оказывается в рамках тех художественных жанров, то есть вот тех канонов, да, этой предметности, которые были приняты в академической традиции, он наоборот уходит от этого. Значит, и вот тут для того, чтобы нам еще раз коснуться темы музыки, мы коснемся темы поэзии. Значит, для Кандинского поэзия имеет огромное значение, но, значит, как я уже пытался показать, Кандинский сам весьма поэтичен, и он использует поэтический язык для выражения собственных мыслей, но поэзия для него это не только слова, и в третьем-четвертом году он делает такую книжечку, сборник гравюр, которая называется «Стихи без слов». То есть его идея заключается в том, чтобы передать впечатление, значит, через изображение. Ну, здесь я не буду приводить много примеров, я вот просто приведу один пример, который рифмуется с тем, что мы видели раньше, это старый город, да, то есть вот эта городская тема, значит, город и пейзаж, значит, как раз для Кандинского она такая очень сквознаю. Ну и в данном случае интерес Кандинского, он еще, об этом еще не сказал, он очень интересуется культурой средневековни. То есть вот он, у него есть в рамках ученических работ, у него есть такие эскизы, где он рисует рыцарей, где он рисует всадников, и это понятно, что это связано опять же вот с этой темой рыцарства, да, то есть вот художник как, ну как бы как такой первопроходец, да, то есть художник как человек, который в духовном плане стоит на каком-то переднем краю, да, и он вот как рыцарь, он борется, значит, с какими-то, ну не то чтобы несправедливым устройством мира, а он пытается его улучшить, да, он вот борется с какими-то недостатками мира. То есть здесь, здесь 12, тоже символическое число, то есть это вот такое, как бы мы видим, значит, 12, значит, работ вошли в этот сборник, и он, и он дает нам понимание о том, что поэзия, надо понимать, что поэзия, она точно так же, как и музыка, устроена по собственным правилам, да, то есть в поэзии есть ритм, в поэзии есть размер, в поэзии есть некая внутренняя структура, внутренняя логика, по которой разворачиваются сюжеты, либо сюжета может не быть в поэзии, да, может быть просто впечатление, и это как раз к нашему разговору о универсальном произведении искусства, да, о синтетическом произведении искусства, когда нет границ между жанрами, да, есть некая художественная задача, которая может решаться совершенно разными способами. Значит, здесь мы видим впечатление Кандинского от Мурнал, это такое местечко в Альпах, куда очень многие художники приезжали, там очень комфортно, там прекрасный климат и очень живописно, и, конечно, художникам там было очень комфортно в том, что они могли друг с другом общаться и имели какую-то инфраструктуру, соответственно, он приезжает туда не один часто со своими, можно сказать, со товарищами, соратниками в Германии, но это тема отдельного разговора, поэтому я не буду сейчас на этом останавливаться, то есть, в общем-то, объединение «синий всадник» вы можете просто себе пометить, оно имеет тоже большое значение в творчестве Кандинского, но мы сегодня попытаемся как раз больше о его собственном языке говорить и понимать, откуда он происходит. Вот здесь мы видим опять же, вот смотрите, у Кандинского постоянно мотив всадника, то есть он, причем вот здесь этот мотив всадников, он тоже такой вот ритмический, и действие разворачивается в плоскости, то есть мы уже, несмотря на название «синяя гора», мы видим, что у картины исчезает перспектива, то есть она уже не нужна, и в этом смысле он в какой-то степени приближается к средневековому искусству, то есть если вы посмотрите на средневековую живопись, то там часто перспектива, она отсутствует, и действие разворачивается, допустим, снизу вверх, то есть это, в общем-то, вполне обычное явление. Или слева направо, да, то есть может разворачиваться сцена в картине. И здесь, конечно, Кандинский решает не только задачу, вот, не только сцену решает, но и он, конечно, решает здесь очень много художественных задач, он практически вот обобщает пейзаж до таких вот каких-то почти абстрактных форм, да, то есть если бы не название «синяя гора», мы могли бы вообще не предположить, что это гора, да, то есть это вот такой какой-то синий конус с вкраплениями черного, который нам о чем-то говорит. Вот. Ну, естественно, у Кандинского не случайно вот это сочетание цветов, синие, красно-желтые, для Кандинского каждый цвет звучит по-своему. И для него вот эта композиция — это аккорд, то есть это аккорд, который должен звучать именно визуально, то есть синий цвет — это цвет, который как бы втягивает внутрь, то есть задает движение внутрь, а красный и желтый цвет — это цвета, которые задают движение наружу. То есть для Кандинского вот за счет этого движения цветов, вот если вы внимательно посмотрите, еще немножко присмотритесь к этой работе, вы увидите вот такое вот круговое движение, да, то есть вот в этой работе уже композиция идет как бы по кругу, она закругляется. Это будет характерно для очень многих работ Кандинского, мы это увидим еще дальше в его абстракциях. Но в абстракциях это сложнее наблюдать, а вот здесь это прям, ну вот, хорошо видно. Так, ну, эту работу мы видели, но здесь важно еще остановиться на том, что она очень, вот эти работы уже очень близки к беспредметности, то есть он уже практически стоит на пороге беспредметности. Фигуры решены очень условно, они решены просто какими-то цветовыми пятнами, контурами, и мы здесь уже практически не можем распознать, что, вот что это за пространство, в котором они находятся. То есть мы можем примерно предположить, что вот это какое-то здание, это пейзаж, да, который располагается, значит, за спинами этих персонажей. Но чем именно они занимаются, то есть мы можем предположить, что это какие-то ткани, платки, еще что-то, но это лишь наши догадки. И здесь еще важно сказать как раз о теме прогресса и технологий, которая врывается просто в художественную жизнь десятых годов. Это тема футуристическая. То есть кубофутуризм, кубизм и футуризм, конечно, производят на всех художников огромное впечатление. Кубизм приносит понимание того, что вещь может быть как бы развернута в пространстве, да, то есть кубизм дает вот это усложнение, и он вводит как бы в картину само понятие времени, да, то есть вот то, чего не было, то, чего, в общем-то, не было до этого, да, как раз и у Пикассо, и у Брака мы видим, мы как будто бы обходим какой-то объект с разных сторон, и он множится, да, вот в их работах обобщаются формы, изламываются. А футуризм приносит особый интерес к движению. И вот как раз здесь Акандинский решает задачу передачи движениям. Вот видите, здесь, во-первых, очень такие четкие ритмы, да, то есть очень обобщенная форма поезда, очень обобщенные формы пейзажа, но мы видим здесь вот ритмы, вот такой вот практически диагональный ритм дыма, и в рифму к этому диагональному ритму мы видим ритм колес, то есть и тени, и, собственно, и самих колес. То есть Акандинский оказывается чувствителен ко всему, что происходит в художественной жизни, он так или иначе это переосмысливает, естественно, это не совпадает с футуристическими картинами других художников, у него очень такой своеобразный футуризм. И тут мы приходим как раз к идее абстракции. Надо понимать, что творчество Кандинского, оно очень такое, очень сложно сочиненное, и у него не было какой-то такой вот этапности, когда он бы закончил вот что-то одно и начало что-то другое. То есть у него работы предметные и беспредметные, они могут возникать в одно и то же время. Поэтому это человек, который интересуется очень многими вещами и пытается находить художественные подходы к... То есть он разные решения пытается находить. Но вот это первый акварель, в который он уже освобождает форму от предмета. Кажется, что это, может показаться, что это набор каких-то случайных форм, просто разбросанных по листу. На самом деле это не так. У него все формы рифмуются, и как мы уже с вами видели, вы можете очень хорошо увидеть здесь круговое движение. То есть здесь, во-первых, он нам дает, как и во многих картинах, точку входа. Вот видите, вот такая штучка, которая как бы является таким мостом. Вот, кстати, о мостах тоже нужно поговорить. Для экспрессионистов, то есть, допустим, для группы мост, в которую входили Эдвард Мунк и другие художники, очень был таким важным мотивом, это мотив моста. Мост – это такой символический переход из этой реальности в другую. То есть, вот мост между мирами буквально. И Кандинский тоже, часто у него возникает этот мотив моста в его картинах, имеющий вот такое символическое значение. И здесь, в этой акварели, он нам дает, как бы, возможность войти и почувствовать движение этих форм. Причем, как крупных форм, где мы видим такие вот цветовые пятна, так и каких-то достаточно сложно-сложно-сложно-сочиненных, вот, например, вот как это. То есть, надо понимать, что Кандинский к своим абстракциям он очень тщательно готовился. Они практически никогда не возникают на пустом месте. То есть, у него абстракция, если мы с вами вернемся к... Сейчас попытаемся вернуться вот к этой вот работе. Вы увидите, вот здесь он тоже достаточно абстрактный, но вот здесь уже похоже на какие-то его абстракции. А здесь у нас есть практически такое вот музыкальное звучание, когда мы видим, что есть некие ноты сильные и паузы между нотами. Да, вот Кандинский точно так же рассматривает форму и цвет. Но совсем полного отказа от фигуративности у него вот этот отказ, он происходит не сразу. То есть, вот, допустим, здесь мы видим впечатление концерт. И вы можете увидеть здесь вот крышку рояля. Да, я вам просто буду немножко помогать, смотреть, потому что, ну, действительно, абстрактные картины, они требуют определенной настройки восприятия. Значит, вы видите публику, да, который вот сидит и смотрит на рояль. Да, и мы видим вот некое, может быть, даже это вот что-то подобие какого-то занавеса, да, ну, что-то, какое-то такое пространство, да, в котором это все происходит. То есть, мы видим, что это действительно, это впечатление от музыки, но также мы видим вот эту большую-большую-большую желтую плоскость. Здесь свет фактически, цвет фактически заливает изображение. Это как музыка заливает, ну, может погружать человека в себя, да, также и Кандинский пытается передать это состояние, значит, полной погруженности, да, то есть вот через эти крупные цветовые пятна. И плюс здесь мы видим еще такую характерную черту для композиции Кандинского, то, что они устроены по диагональному принципу. Вы видите, вот эта вот диагональ, да, она создает движение снизу вверх в композиции. Значит, ну, и сейчас как раз мы перейдем естественным образом к его работе о духовном искусстве, о которой чуть-чуть поговорим. Так как у нас, да, по времени я буду контролировать, чтобы мы не увлеклись. Значит, сейчас мы просто пойдем немножко быстрее, потому что мы будем смотреть больше изображений, и я их просто буду как-то комментировать, и вам, надеюсь, будет становиться понятней. Значит, у Кандинского есть три типа работ, именно абстрактных работ. Это импрессии, импровизация и композиции. Значит, импрессии и импровизация – это, в принципе, похожие вещи. Он даже самых, ну, как сказать, не очень разделял. То есть, что-то он называл импрессиями, что-то импривизациями. Ну, в общем, это такие работы, которые как бы являются результатом впечатлений. Да, то есть, вот впечатлений, каких-то идей, да, художественных. А композиции – это его программные произведения. Вообще, всего у него композиций 10. Но первые две композиции до нас не дошли. У нас, значит, есть понимание о том, что это могло быть, вот, насчет первых композиций. Кандинского – это за счет эскизов. И вот, посмотрите, я буду показывать. То есть, видите, здесь, опять же, у нас, во-первых, у нас мотив всадника, да. Вот здесь вот композиция, вот лошадь прыгающая, да, всадник. Значит, у нас какой-то библейский мотив, да, вот, значит, то ли это волхвы, то ли, ну, то есть, непонятно, но это какие-то фигуры, которые поклоняются. Опять же, библейский мотив – фигура с раскинутыми руками на лодке. Но тут мне нужно будет чуть-чуть рассказывать про Тернера, ну, надо было бы рассказать про Тернера, но я все-таки опущу, потому что времени не хватает. Значит, опять же, здесь мы видим какие-то человеческие фигуры, вот человеческие фигуры. То есть, это некий такой мифический, мифологический сюжет, который практически обобщен до уровня каких-то отдельных цветовых пятен. Здесь, допустим, мы видим, вот, наверное, какой-то сад, да, вот здесь и так далее. Значит, опять же, как устроена эта композиция? Опять мы видим, во-первых, мы видим, вот, диагональ, да, мы видим еще одну диагональ. То есть, мы фактически можем вот проследить вот здесь вот такой треугольник, который идет, значит, вперед и вверх. Вот на это обратите внимание, я к этому еще вернусь. Значит, и есть какие-то дробные формы. Вот, то есть, эта композиция, она, с одной стороны, она дает нам понимание движения, да, которое задано фигурами. Вот движение идет вот из левого нижнего угла в верхний правый. И она дает нам вот трансформацию форм. На что важно, почему композиции Малевича, ой, Кандинского связывают с музыкой. И почему он сам связывает. Потому что фактически, так же, как композитор не пишет музыку как таковую, да, то есть он пишет нотную запись, да, композитор. То есть он пишет партитуру, а эта партитура потом исполняется. То есть фактически мы видим, что, значит, Кандинский действует тем же самым способом. Он не исполняет нам произведение искусства. Мы должны стать исполнителем, да, в данном случае. То есть мы должны сыграть себе это произведение, да, и именно способность исполнять для себя абстрактную композицию, это как раз один из таких моментов важных, как некого момента такого духовного и личностного роста. Значит, ну вот такая вот импровизация, тоже я ее привожу для того, чтобы показать, что он как раз очень много размышляет о линии, о точке и о плоскости. Ну, а вот так выглядела обложка его теоретической работы о духовном искусстве. Надо понимать, что Кандинский это художник нового типа не просто так. Это художник, который очень много теоретизировал. То есть это то, что свойственно скорее для художников уже более позднего поколения, когда художник и теоретик, фигура художника и теоретика, она совмещается до неразвлечения. То есть когда мы, например, вспоминаем фигуру Йозефа Кошета и других концептуалистов, то мы понимаем, что это люди, которые производят текст. Вот Кандинский тоже очень много занимался теоретическими исследованиями, и его одна из основных работ, она называется «О духовном искусстве». И в этой работе есть такая часть, где он рассуждает о том, вообще как устроена духовная жизнь общества. Он говорит о том, что все общество можно представить в виде треугольника. Значит, это треугольник, в основании которого находится некая такая жизнь повседневная, то есть со всеми невзгодами, тяготами и так далее. То есть это жизнь такая неосознанная. А на вершине этого треугольника находится максимально духовная жизнь, жизнь максимально осознанная. Жизнь, где человек скорее сосредоточен на духе, чем на материальном. И он говорит о том, что этот треугольник, он постоянно движется вперед и вверх. То есть он как бы со временем, он постоянно сдвигается. То есть если все общество представить в виде этого треугольника, на вершине его только очень-очень маленькая группа людей, которые достигла вот этого состояния такой одухотворенной духовной жизни. Но со временем получается так, что то, что когда-то было достоянием лишним многих, становится достоянием все больше и больше и больше количества людей. И вот эта вершина, она сдвигается как бы выше. То есть получается, что есть бесконечное духовное развитие, и он видит как раз задачу художника и задачу искусства. Это в том, чтобы быть неким проводником этих идей, идей своего времени. То есть как раз Кандинский говорит о том, что задача художника – это не сиюминутные какие-то вещи, а быть камертоном времени. То есть с одной стороны художник должен быть включен очень сильно в свое время, потому что если он не является ребенком своего времени, он не может, у него нет связи. Но вместе с тем он должен, как бы вот то, что он улавливает в своем времени, он должен, как бы, улавливать самые тонкие вибрации. То есть он должен, как бы, поднимать общество и поднимать идеи к этой вершине. И, соответственно, он говорит о том, что освобождение от вот этого иго-предмета, от каких-то таких, ну, можно сказать, от ремесленничества, да, он, это такая одна из, то есть для него абстракция – это как раз его собственная практика духовного развития. То есть абстрагирование и выделение некой такой вот сущности предмета, его скрытого содержания. То есть он говорит, если вы почитаете, я вам очень советую почитать о духовном искусстве, вы увидите, что он много-много раз повторяет, значит, такое определение – внутренняя необходимость. То есть в произведении искусства должна быть внутренняя необходимость, да, и вне этой внутренней необходимости, и это, на самом деле, достаточно сложно разобраться, что он имеет в виду под внутренней необходимостью, но как раз оказывается, что это как раз вот это вот созвучие художника, да, его художественной практики и времени. Но при этом некое как будто бы опережение, то есть не нахождение вот на этих нанизших ступенях, да, развитие, которое как бы постоянно присутствует, да, потому что он говорит, что как раз очень легко скатиться, да, то есть человеку очень легко переходить с высшей ступени на низшую, да, ну потому что есть всякие жизненные обстоятельства, да, и вообще как бы вот эти такие низменные вещи, они как бы отравляют, да, вот то, что мы называем сейчас какие-то там токсичные продукты, да, там токсичные продукты медиа, да, там какие-то токсичные высказывания, да, токсичные мемы и так далее. Вот он как раз об этом говорит, о том, что очень легко скатиться вот в эти низшие уровни пирамиды и нужно прилагать постоянно усилия по нахождению вот этих чистых смыслов, да, таких смыслов, которые резонируют со временем и которые как раз поднимают и дают возможность и человеку, который их находит, и тем людям, которые к нему присоединяются, как бы расти вот в этом духовном смысле. Значит, что касается композиций. Композиции – это программные произведения, они фактически нам дают понимание грамматики, то есть того языка, который использует Кандинский во всех остальных его произведениях. Все композиции он пишет очень долго. Каждую композицию он, значит, прежде чем ее написать, то есть саму композицию, когда у него уже все готово, он пишет ее быстро. То есть он пишет максимум несколько дней, да, саму работу. Но подготовительная работа может занимать, например, 90 эскизов, да, то есть может быть к одной работе, когда он находит нужное звучание и соединение форм. Вот здесь, как раз в композиции 5, мы видим, опять же, во-первых, то, что она построена по такому круговому принципу, да, то есть мы видим движение линий, значит, мы видим здесь вот такой графически сложно устроенный центр, и вот здесь мы видим такой центр, то есть мы видим некую рифму между вот этой вот очерченной плоскостью, вот, очерченной линией. То есть Кандинский в своей работе «Точка и линия на плоскости» он говорит следующее, то, что «Точка» — это ноль, да, то есть это нулевая форма. Как бы она присутствует и в музыке, она присутствует и в письме, но «Точка» — это такая странная вещь, которая как бы обозначает отсутствие, то есть присутствие точки обозначает отсутствие. То есть когда мы видим «Точку» на письме, да, это значит, что нам не надо ничего говорить, да. Если мы, значит, видим паузу в нотной записи, это значит, что должна быть тишина. Но каким образом образуется линия? Линия — это движение точки. То есть получается, что вот этот вот пустой, да, объект, когда начинает двигаться, он создает уже некую материальность. То есть именно движение создает ту материальность, которую мы воспринимаем как некую зримую материальность. Я хочу просто подробнее поговорить о двух композициях, которые как раз выставлялись на выставке в Третьяковской галерее. Выставка называлась «Контрапункт». Значит, надо понимать, что все композиции у Кандинского, они очень большие. То есть вот эта работа, она буквально вот такого размера, как мы сейчас видим ее на экране. Может быть даже чуть больше. Она 2 на 3 метра. И вот эта работа, то есть композиция номер 7 и композиция номер, ой, композиция номер 6 и композиция номер 7, они написаны Кандинским как вот такой дептиф. То есть как двойная работа, значит, вот эта композиция, шестая, она является минором в музыкальном смысле, а вот эта мажор. Но сейчас будем их, стараемся быстренько разобрать. И я тогда уже побыстрее покажу более поздние композиции. Значит, смотрите. Если смотреть эскизы, которые Кандинский делал к композиции номер 6, то абсолютно точно видно, как из предметных форм возникает беспредметные. То есть, например, вот здесь мы будем видеть лодку, да? Значит, здесь мы будем видеть женскую фигуру, которая практически не остается. Здесь мы видим горный пейзаж. Ну и так далее. На самом деле композиция номер 6 – это сцена Вселенского потопа. Если вы хорошо всмотритесь, то действительно мы здесь видим некое такое наслоение плоскостей, мы видим какое-то столкновение форм. Это действительно такая грозная, тревожная композиция, которая звучит скорее действительно как минор. И в данном случае Кандинский ставил перед собой еще и формальную задачу, как художник. Формальная задача при 6-й композиции – это композиция с пустым центром. Вот посмотрите. Вот центр пустой. То есть, вот вокруг центра, значит, у нас цвет и формы, а сам центр, значит, у нас свободен. И это создает вот такое вот тоже закручивающее движение, когда зритель фактически может войти в картину. То есть, вообще, Кандинский еще рассуждал в своей работе «Точка и линия на плоскости». Он рассуждает о внешнем и внутреннем. Он говорит о том, что мы можем на искусство смотреть как бы в двух режимах, как зритель. Мы можем смотреть как внешний наблюдатель, и тогда мы как бы смотрим на него как будто через стекло. То есть, вот, значит, за этим стеклом мы видим картину. И это некая такая аналитическая точка зрения, то есть, это зрение остороненного наблюдателя. Либо мы можем войти в произведение искусства и оказаться внутри, вот в этом пространстве. Он сравнивает это с тем, как, допустим, как мы наблюдаем улицу, да, через окон, ну, через окно, да, через оконное стекло. И, например, открываем дверь и выходим на улицу. И вот мы становимся участниками этого всего. Вот примерно то же самое. Здесь как раз в композиции человек, когда он стоит перед ними, он оказывается фактически в картине. Значит, и парой к композиции номер 6 является композиция номер 7. Такого же размера и здесь Кандинский решает другую задачу. То есть, вот, если мы посмотрим, то мы увидим, что и здесь есть вот точка входа, да, вот, 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 как бы отсюда мы входим в картину и начинаем двигаться. Но, на самом деле, точка входа – это достаточно, это условность, естественно. То есть, сам Кандинский говорил о том, что зритель может исполнять работу, исполнять произведение фактически, практически с любого места. То есть, в этом разница между музыкальным произведением и живописью. То, что музыкальное произведение находится во времени, а живопись находится в пространстве, и время возникает только в связи с восприятием этой работы, да. И именно наше движение, нашего восприятия по картине, оно, ее как бы проигрывает. Значит, и здесь тоже мы видим вот такой вот отсеченный, отсеченный левый угол, значит, и отсюда начинается вот движение по диагонали. Причем здесь мы хорошо видим, вот посмотрите, я вам прям покажу треугольник, видите? Вот, вот треугольник. Вот, и есть второй треугольник, вот который его пересекает, вот, вот здесь. То есть, это два треугольника, которые как бы являются неким скелетом, скелетом композиции. Но здесь задача совершенно другая. Здесь как раз задача обратная. Сделать композицию с множеством центров. То есть, вот центр, вот центр, значит, вот центр, вот центр. Что это значит? Это значит, что Кандинский обращается, то есть, невозможно представить некое, передать ощущение космоса, да, с одним центром. В космосе всегда это некое как бы скопление галактик, да. И Кандинский как раз нам передает вот это вот ощущение множество, множество центров и форм, которые вокруг них разворачиваются. То есть, они здесь сложны. И линии, и цветовые плоскости, и вот какие-то вот такие вот странные, амебообразные фигуры. То есть, здесь мы можем это считывать как микромир, мы можем это считывать как макромир. То есть, суть как раз композиции заключается в том, что восприятие зрителя освобождается. И то, что зритель видит в работе, зависит во многом от того, насколько настроена оптика зрителя. Значит, ну и естественно, здесь, конечно, мы чувствуем очень музыкальную тему. То есть, здесь мы видим даже вот такие вот линии, напоминающие какие-то линии нотного стана. Мы видим такие яркие пятна красного. Мы видим здесь темные вот такие вот пространства, как расщелины. И все это звучит достаточно торжественно. Так, ну, пойдем дальше быстрее. Значит, 14-й год, Кандинский вынужден уехать из Европы. Он в 15-м году возвращается в Москву. И здесь вот смотрите, видите, возникает опять же фигура всадника, который покоряет дракона. И фигура вот этого города русского. Значит, и тут я тоже хотел вам показать это очень любопытная, на мой взгляд, работа. Как раз написано в 16-м году в Москве, которая передает очень хорошо впечатление от Москвы Кандинского. И если вы видите, здесь композиция устроена. То есть он полностью, он как бы взрывает пейзаж. То есть это не пейзаж, который разворачивается в перспективе или в плоскости. Он разворачивается, он как бы разворачивается от центра. Это вот такое вот наслоение, это некое такое созвучие разных архитектурных форм. То есть вот видите, мы здесь видим и брусчатку, и какое-то старое кладбище, и какие-то новые дома, которые считались тогда небоскребами. Пять этажей, это же огромный дом. И вот небеса, птицы, вот они заводы, которые смешаны с куполами. То есть это вот такое вот ощущение Кандинского от всего происходящего. Ну и в центре мы видим две человеческие фигуры. То есть это нам говорит о том, что все-таки человек помещается в центр. То есть для него все строится вокруг человека. А это уже более такое тревожное ощущение, смутное. 17-й год, революционные события. Кандинский в Москве находится в этот момент. И, соответственно, пишет вот такие. Вообще он черный цвет очень не любил. То есть с этим связана детская история, когда он вместе со своей тетей раскрашивал картину такая лошадь была, лошадь в яблоках. И они очень так хорошо и удачно ее покрасили. У него все получалось. И тетя, ей нужно было отлучиться в город за покупками. Она сказала, в общем, там им оставались копыта. Она говорит, ну ты пока копыта без меня не закрашивай. Ну и Кандинский пишет о том, что он ходил-ходил вокруг этой картинки и не смог. Ему показалось, что это очень просто. Закрасить копыта, ну что здесь может быть? Он взял кисть, черную краску и, значит, эти копыта лошади стали черными провалами, которые, конечно, просто его произвели, они просто его испугали. То есть он настолько расстроился и настолько понял, как хрупка живопись, как хрупкое изображение, что потом он еще многие годы он почти не использует черную краску. Ну вот в таком явном виде. Потом он уже это преодолевает, конечно, и его, кстати, поздние композиции, в них достаточно много черного. Кто-то усматривает в этом то, что он там предвидел, там какой-то свой конец. Но на самом деле я думаю, что вряд ли это как-то связано. Я думаю, что просто он разобрался, как с этим, ну как использовать черный цвет. Эта картина интересна тем, что тоже такое тревожное впечатление. Ну мы видим, вот смотрите, опять же мы видим мотив лодки, двух фигур, какие-то, ну еле различимые мотивы, городские, горные. то есть здесь какие-то намеки на то, от чего он отталкивается, они есть в его безпредметных композициях. Здесь еще важно то, что вот это вот все заключено в такую, как бы в оболочку, да, оно находится как будто бы в коконе, будто бы время остановилось, да, или вот оно ждет, вот чего-то ждет рождения, да, как какая-то утроба. но, то есть важно то, то, что он заключает пространство в пространстве, то есть вот вложенность этих пространств появляется в его работе. Ну вот тут тоже вложенность такая есть, но здесь гораздо более оптимистично, потому что уже все гораздо более определенно в жизни, он занимает достаточно крупный пост, он руководит музейным бюро Наркомпроса, у них есть идеи создания музеев современного искусства по всей России, но это отдельная тема, это можно на ней целую лекцию читать. Но, вот как раз, кстати, потому что он работает в Наркомпросе, там же и Родченко, и как раз вот эти молодые конструктивисты, Родченко, Попова, Степанова, они его фактически выпихивают, то есть они, в общем, они входят в такую конфронтацию, такую идеологическую, я бы сказал, он не принимает их программу, он не поддерживает, они захватывают власть, и Кандинский, ну, Кандинский, в принципе, ему не нравится то, что происходит в России, и он с удовольствием уезжает за рубеж, основывать европейское отделение Академии художеств, и не возвращается, то есть он уезжает в Германию, и оказывается, по приглашению архитектора, Вальтера Гроппиуса, он оказывается в школе Баухаус, это важнейший период творчества Кандинского, и здесь мы, опять же, мы видим тоже связь с музыкой, да, то есть, сейчас мы об этом поговорим, но здесь его композиция из некой такой экспрессивной композиции становится чертежом, и это очень показательный пример того, что Кандинский очень активно, очень много за свою творческую жизнь претерпевает трансформации и не боится их, то есть он как раз понимает задачи, которые стоят перед ним, он понимает задачи, что теперь пришло время проектирования, теперь пришло время дизайна, надо создавать формальный язык, новый, надо создавать, ну, вообще, это движение геметаризации формы, оно начинается, естественно, еще в России, то есть он видит Малевича работы, он видит работы Родченко и всех остальных, естественно, он, я просто не показываю эти работы, там видно, что он воспринимает геометрическую абстракцию, но когда он оказывается в Баухаусе, она трансформируется в совсем другие вещи, но несопоставимые, то есть, в общем, сказать, что это супрематизм, ну, невозможно, да, то есть это какой-то какой-то свой подход к геометрической абстракции, и здесь мы опять же видим звучание, звучание форм, мы видим треугольники, значит, и мы видим, что есть некий, значит, основной мотив, да, вот, есть, и есть некая, некие вещи, которые его, как бы, являются его аранжировкой, да, этого мотива, но здесь мы видим, опять же, тут сохраняются какие-то формы, вот формы, допустим, лодки, да, с парусом, то есть, какие-то вещи он сохраняет во многих своих композициях и проводит их через все творчество. Ну, вот тоже пример того же периода, тоже пример Баухауза, надо понимать, что он руководит там мастерской настенной росписи, там у него студенты учатся и он создает вот такой формальный язык, то есть, вот такие вещи уже вполне можно представить как абсолютно практичные вещи, то есть, как настенную роспись, которая будет в неком интерьере, да, существовать, ну, естественно, модернистском, да, не каком-то классическом. Ну, и тут тоже видно его движение вот к такой, к большей определенности, к такому чертежу, но надо сказать, что этот период, значит, Баухауза заканчивается вместе с закатом школы, то есть, ну, опять же, не буду остановиться подробнее, про Баухауза достаточно много есть информации, можно почитать, но, естественно, школа была очень неугодна нацистам, да, и она никак не вкладывалась в идеологию, и затем Кандинского также, как и всех остальных, многих немецких художников, показывали на выставке дегенеративного искусства, да, который возили по Германии. Непонятно, на самом деле, для некоторых людей эта выставка, наоборот, открывала это искусство, да, а не, как сказать, а не принижала. Но сам факт, конечно, то есть, того, что на школу оказывалось сильнейшее давление, то, что только, ну, Гропиус там в силу каких-то своих дипломатических способностей находил какие-то пути для того, чтобы школа выживала, и сначала они находились в одном месте, потом пришлось переехать на новое место, и, ну, в общем, я просто не буду рассказывать всю эту историю. И Кандинский уже, понимая, что он не может существовать в Германии, он переезжает во Францию. Значит, в 30-е годы он оказывается во Франции. Во Франции он, естественно, в то время Кандинский уже очень известный, признанный художник, но во Франции он оказывается в некой изоляции. То есть нельзя сказать, что он переезжает и почивает на лаврах. То есть, нет. Он, его не принимает ни советская критика, советская критика вообще его не воспринимает, а значит, западная критика тоже считает, что его работы они вторичны. То есть, вот тогда такое мнение, то есть, они не додуманы и так далее. и в общем слишком декоративны, слишком пестры, ну и так далее. То есть, ему много претензий предъявляли критики и ему, в общем-то, было достаточно сложно. Но и есть еще момент, что конечно, в Первую мировую войну он потерял очень много своих соратников и Марке погибает и Маке и в общем он остается без вот таких можно сказать без людей, которые его поддерживали. Хотя в Баухаусе он очень высоко котировался и к нему достаточно, ну то есть вокруг него тоже собиралось какое-то сообщество. Но вот здесь что интересно, что здесь мы видим переход к каким-то новым способам построения, то есть здесь мы видим вот такой космос. И мы не понимаем, что это космос или микромир. Это может быть и то, и другое. И тут я хотел обратить ваше внимание, что здесь появляются такие элементы, которые даже чем-то напоминают какие-то архитектурные конструкции, архитектурные планы. то есть он включает какие-то элементы чертежа, но здесь вот есть эти биоморфные формы и даже в чем-то, в каком-то своем движении он наблюдает за сюрреалистами и несмотря на то, что он отрицает свое, он не признает то, что он попадает под влияние сюрреализма, но вместе с тем оно достаточно хорошо чувствуется. То есть вот здесь допустим мы видим вот такую сюрреалистическую вполне декоративную программу, то есть мы видим вот такие цветовые плоскости выделенные и это вполне эту работу вполне можно представить в качестве работы поп-арта например, то есть он уже практически в одном шаге от каких-то новых течений, которые впоследствии разовьются только во второй половине двадцатого века. течений, мне кажется это одна из поздних его работ на которой мы закончим. Здесь как раз мы видим с одной стороны очень нехарактерные для него вещи, то есть не связанные элементы, которые болят в пространстве, но все же кандински остается верить себе. это формы, которые связаны движением, это формы, которые мы можем идентифицировать как достаточно сложные ритмичные какие-то формы, которые тоже нам намекают о каком-то таком музыкальном произведении, то есть фактически это какие-то знаки, то есть он приходит к живописи как к знаку, который мы должны для себя как музыкальное произведение исполнить. Ну здесь конечно такое очень декоративное ощущение легкости, невесомости, парения, некой медитации, то есть это все те эзотерические ощущения, которые являются таким важным составляющей творчества кандинского. декоративное декоративное Субтитры создавал DimaTorzok